Открывая аппаратное совещание с участием руководителей муниципалитета, первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов ознакомил присутствующих с рядом вопросов, подлежащих обсуждению и принятию соответствующего решения. Затем предоставил слово заместителю начальника гражданской обороны чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности по городу Хасаверт Вахер Султану Джангулову. По коммунальным службам, значит, столького отключения электрогаза, тепловодоснабжения не было. Значит, в штатном режиме были, значит, некоторые жалобы со стороны населения в начальной неделе, это на слабое давление газа Юбилейный, Олимпийский, Патурбиева, Кирова. В общем, за истекшую неделю особых жалоб от граждан, помимо вот этого, на газ, не поступало. Далее в своем докладе начальник управления коммунального хозяйства Арслан Али Мустафаев проинформировал о том, что коммунальный блок работает в штатном режиме. На данный момент обозначен объем работы на 2017 год и подготовлен предварительный титульный список для предоставления главе города. О планируемых мероприятиях в ближайшее время ознакомила исполняющая обязанности начальника отдела по делам молодежи и туризма Аишат Атаева. Во-первых, по образованию, если говорить, то во всех школах, СУЗах и ВУЗах будут проводиться лекции, открытые уроки, конкурсы на лучший рисунок, сочинения, эссе и так далее. Что касается спортивно-массовых мероприятий, намечается два спортивно-массовых игры. Это по мини-футболу и по боксу. Далее книжная иллюстративная выставка будет организована в библиотеке с приглашением учащихся в школах и студентов СУЗов и ВУЗов. В этой выставке будут представлены книги, газеты, журналы по дагестанской автономии, истории и современности. В продолжении Бадыр Ахмедов, обращаясь к отделу торговли, дал задачу в преддверии открытия новой школы в поселке Юбилейный привести в порядок территорию вокруг торговых точек, устранить стихийную торговлю вдоль автодорог. В ходе выступления начальник управления образования Руслан Ибрагимов озвучил основные вопросы в сфере образования, связанные с подготовкой и проведением Олимпиады по Северокавказскому федеральному округу, отметив, что уже начат заочный этап, выставлены задания и обрабатывается вся информация в данном направлении. В завершении руководителем совещания Бадыром Ахмедовым были даны соответствующие поручения. Сарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».